Привет, ребята! Как я вам и обещала, в дороге буду отвечать вам на вопросы. И мы решили с Костей ответить сначала на вопрос, так как он, в принципе, касается нас двоих. И я думаю, что всем будет интересно, как мы вдвоем отвечаем. Вопрос касается недвижимости. Инна, добрый день, было бы интересно послушать про процесс покупки дома, ваш опыт, условия по ипотеке, в среднем цены на дома по Андарию, чтобы знать, на что рассчитывать, на первоначальные взносы, про риэлторов и так далее. И где-то у меня был еще вопрос о доме. Вот. В общем, начнем пока что с этого, про свой опыт. Я думаю, что Костя начнет, я подключусь, я хочу еще просто поискать вопросы. То есть цель на недвижимость очень меняется в районе Куфри. Это может быть и 400 тысяч за миллион, за миллион двести. Зависимо от расстояния от Торота. Чем севернее, или южнее, или восточнее, или западнее. Это все будет разницей. Разница может быть от сотни до от 100 тысяч, я имею в виду сотни. А как-то говорю, от 100 тысяч до где-то 300 тысяч может быть разницей в недвижимости. Даже до 400. Это обычные дома, если кто-то. Да, это обычные, отдельно стоящие дома. Вот, но, кстати, вот я нашла вопросы, которые в дополнении к дому были. Инна с семьей, когда снимали и покупали шлю, то все делали через риэлтора. Снимали самостоятельно, покупали с риэлтором. Как это происходит? Через доску объявлений или что? У меня такого плана уже ответ был, но мы все равно здесь как бы объединим эту тему и вот ответим как раз на все вопросы, которые относятся к дому, да, Костя? Значит, первое, мы сказали, что мы сейчас сказали о ценах по Торонто и понятно, что Торонто это вообще не ориентир, например, для Канады. То есть это не значит, что везде такие цены есть. Города чуть подальше отъехать, немножечко попровинциальнее и можно купить уже за 300 тысяч хорошие дома. Ну, 300-мажерные, ну, такого мы грали, наверное, 200 тысяч. Почему? Что ты думаешь? Нет, я говорю вообще уехать в провинциальный город, который не в ближшине Торонто. Есть другие города в Канаде, кроме Торонто. Вообще, это я говорю о том, что и надо ориентироваться на Торонто и окружности Торонто. Окей? Берри – это тоже окружность Торонто. А ведь это 150 километров от Торонто, 100 километров от Торонто. Например, Лондон. Я говорю, там далеко уехать куда-то. Ты уже, мне кажется, за 300-то найдешь дом, которому 60 лет, наверное. Нет, ну, пусть не говоришь, что за 300 тысяч нельзя купить дом в Канаде. Нет, я не думаю. Канадский доллар сильно упал, и это подняли цены. Это все. Окей. Все очень легко проверить. Да, я. Зайдя в сайт, раньше он был риелтор, а сейчас как... Нет, раньше он был МЛС, а сейчас он риелтор. А, раньше он был МЛС, да. Я, кстати, тоже давала ссылки. У меня есть видео такого плана о доме, где я рассказываю. Ну, я вам здесь еще раз дам ссылку на этот сайт риелтор.фей. И там это открытая база данных, которые, в принципе, можно посмотреть по интересующему вас району. По данным, например, количеству комнат, квартиру, вы хотите дом, там, хаус или там, сэми-детач. Вы сможете найти и примерно определиться с ценой. Вот. И, как бы, я так понимаю, что они, люди, хотят услышать наш экспириенс. Как мы вот подошли к вопросу покупки квартиры, помогали нам риелтор, и как происходил сам выбор дома. Ну, да, значит, вначале как мы снимали, а потом уже... Да, и как мы снимали? Ну, давай, рассказывай. Как мы снимали? Ну, мы снимали, но без риелтора. Да, просто ходили по городу и по выискам смотрели, кто сдает дома. Ну, мы не могли бы на помощь. Да. Просто ходили по городу и смотрели, кто сдает дома, заходили к главному ответственному за этот дом. И спрашивали, если есть комната, сколько нам показывало. Мама, что надо? Везде подходила, ну, мы не сразу давали иногда ответ. Да, мы просто смотрели и договаривались. Да, следующее, на телефоне. Ты рисуешь? Мне кажется, мы посмотрели там, ну, 10, да, умирали. Меньше. И вот вас почти с собой смотрели. С нашей где-то 3 мы посмотрели и сами где-то 3 посмотрели. 6? 10 где-то. 6, 7 штук. Ладно, плюс год 10, округли. Да, ну, мы прошли где-то 10 домов. И перед ним как бы выбрали наш дом. Да, и при этом выбрали квартиру, которую выбрали, это был абсолютно случайный выбор, который не был вообще. Не стоял ни в каких параметрах, которые мы искали до этого. Выбрали совсем другую квартиру, чем то, что мы искали. Да, и сами искали, просто ходили по городу. Да, опять-таки у меня было видео, где я показывала вот эти вывески возле домов. Да. И как бы там есть номера телефонов, и вот есть такое видео, я тоже... Потому что мы снимали апартмент. Апартмент это сразу сдается блоком. То есть весь дом на съемку. Нет, давай мы объясним. Когда вы снимаете квартиру, есть два варианта снимать. Один вариант это снять апартмент, второй вариант это снять кондо. Какая разница? Апартмент это дом большой, девятиэтажный, десятиэтажный. Это могут быть разные величины дома, которые принадлежат одной фирме, грубо говоря. То есть этим домом управляет фирма, которая сдает квартиры в этом доме. Как правило, эти квартиры могут быть в более запущенном состоянии. Похуже там все будет, может постарее, но и подешевле. Вы можете выбрать любое количество комнат, которые вы хотите. И так далее. Ну, в общем, изначально это считается как бы дешевле. Ну, есть апартменты новые, но они тоже будут дорого стоить. Но они уже будут дорого стоить. Вот. И есть кондо. Кондо – это люди, которые владеют квартирой. То есть это квартиры выкупленные, в которых живут люди. Но некоторые люди решают сдавать эти квартиры. Это, скорее всего, тот опыт, который, наверное, ближе и людям на постсоветском пространстве и во всем мире. То есть обычно мы просто снимаем квартиру у какого-то человека, который владеет этой квартирой. Вот здесь это называется кондо. И кондо, как правило, будет стоить дороже. Потому что человек вам сдает квартиру свою. Им очень важно, чтобы вы не превратили ее в сарай за то время, что вы будете там жить. Поэтому изначально цена дороже. И расчет идет на людей более обеспеченных. Людей, которые более уважительно будут относиться к тому месту, в котором они живут. Вот. Поэтому изначально вот такое разделение. И, конечно, мы искали, ходили апартмент. Мы не искали кондо. Ну, кондо надо уже звонить по газе. Там уже надо звонить, договариваться. Это более проблематично. Да, и кондо, кстати, вы не снимете просто так с улицы. Как правило, это через риэлтора. Да, это уже для нового эмигранта это очень проблематично. Потому что они проверяют кредитную историю, которой нет. Они иногда захотят больше оплату. Они иногда могут за полгода потребовать оплату вперед. А есть и такие, которые за год могут дать оплату вперед, для того, чтобы показать свои серьезные намерения. Что, Габриэль? Выключилось? Да, Эпартмент, да, Эпартмент нам легче снять, так как это одна компания сдает весь блок. Ну и там более легче условия съема. И еще один плюс, все, то есть, электричество, вода, газ, обогрев входят в стоимость оплаты для Партмента. Кондо этого нет, но Кондо придется поднять отдельно это все. Но электричество тоже ты не платишь в Партменте? То есть ты платишь и не причем? Одно электричество, которое ты платишь и не платишь? Обогрев, вода горячая, холодная. Вот первое мы съемку сняли сами. Потом, когда мы решили уже покупать дом, мы уже решили покупать через рейлтор. Ну, это в основном то, что делают. Да, покупка, это принято обычно через риэлтора делать покупку. Да, как бы можно самостоятельно, но это настолько не стоит. И столько нюансов, и столько всяких вещей, которые вам нужно учесть. А вы даже знать о них не будете, если вы не риэлтор и не общаетесь с риэлтором. И у вас никогда не было опыта риэлторского. Что это просто естественно. Вы здесь не платите за деньги, за его услуги. Деньги за услуги риэлтора платит продавец. Да, то есть для вас-то, для этого вообще никакой погоды нет. У вас, да, вам это вообще удобно. Есть человек, который побеспокоится о ваших интересах. Он сегодня поедет, он вам покажет, он будет бегать, он снова будет звонить другому риэлтору, договариваться о цене. Потом он скажет, цена правильная или не завышенная. Ну, конечно, должен быть хороший риэлтор. Не, как сказать, есть риэлторы, которые смотрят на риэлторство как на подработку, как на работу всей своей жизни и карьеры. И не всегда у них, не всегда они делают свою работу чисто. И все это знают. Но поэтому очень важно приходить к риэлтору, которого вы знаете, или кого-то, кто вам порекомендовали ваши близкие друзья. Потому что должен быть действительно человек, который будет заинтересован, соответственно, всем вашим интересам. И это кажется как бы тривиально, то, что я говорю. Но на самом деле это не всегда вот так тривиально. И не всегда вы можете найти человека, который действительно будет так заинтересован полностью, чтобы все соответствовало вашим параметрам, ну, не параметрам, а вашим, короче, желаниям. Желаниям. Параметрам для поиска. Ну, да, да. Поэтому должен быть человек, который действительно сможет вам хорошо сбивать цену. Потому что если, например, вы хотите сбить цену, а вам риэлтор говорит изначально, я сбивать цену не буду изначально. Давайте так договоримся, никаких сбоев цены. Типа, это не выглядит хорошо. Если вам, типа, такого плана что-то говорят, все. Это уже не риэлтор. Потому что вы тот, кто указывает рынку. Ну, это зависит, наверное, от фронта, наверное, это тяжелее будет в определенные моменты. Иногда это возможно, иногда это невозможно. Мы покупали, это было более-менее возможно. Это было очень даже возможно. А сейчас, наверное, когда все скупаются, то, наверное, это менее возможно. Да. Поэтому вот мы сейчас подошли к варианту, к тому моменту. Хорошо, я думаю, поняли, спасибо. Мы подошли к тому моменту, когда уже, в общем-то, мы вам даем такое предисловие и рассказывали. И пришли к моменту, как мы покупали и решили покупать дом. Это было спустя два года после приезда в Канаду. И мы обратились, нам повезло с нашим риэлтором. Потому что наш риэлтор, это прежде всего, конечно же, человек опытный, профессионал, который очень много-много лет работает на канадском рынке. И помимо этого всего, он еще является родственником нашего, самого близкого друга нашей семьи. Поэтому, как говорится, мы получили просто VIP-обслуживание по всем параметрам. И мы очень довольны до сих пор. Спустя уже вот третий год пошел, как мы живем в доме. И мы, в принципе, всегда его вспоминаем только хорошо. Что, в общем-то, все-таки все было правильно. Потому что иногда какие-то у вас в тот момент, когда уже сделка закрыта, и вроде все хорошо, у вас все равно как-то внутри какой-то диссонанс. Что-то вроде кажется, ну, может быть, можно было что-то другое. Может быть, что-то, что-то. Нет, мы сейчас убеждаемся каждый раз, что это было правильное решение. Что это все хорошо. И что все было очень на отличном уровне. Потому что слышим истории других людей. Мы видим других людей и понимаем, что, в общем-то, все было хорошо. Вот, Кост, рассказывай, потому что это больше по технической стороне. Да, по поводу ипотеки сейчас. Ну, в прошлом году ипотеки, условия для получения ипотеки поменялись. А те, которые были, когда мы упали, процентная ставка упала чуть-чуть. То есть, когда мы брали 2 года назад, мы платили ипотеку, брали по 2.77% в год на 4 года. А сейчас можно взять за 2.05, 2.10, можно найти даже за 2. Ну, почему 4 года? Не потому что мы только 4 года будем платить ипотеку, а потому что каждые 4 года ее надо как бы пересматривать. Да, и мы взяли на 30 лет, насколько там, но есть период, при котором ее обязательно поменять. Вот этот период, при котором ее обязательно поменять, в нашем случае, это 4 года. Да, но можно сделать 2 года. Но рассчитывается всегда на 30 лет, это ипотека. Ну да, понятно. Ипотека рассчитывается на 30 лет, но есть точки, в которых вам по закону нужно пересматривать выплаты по ипотеке. И вот этот срок пересмотрения, он разный. У кого-то 2 года, у кого-то 4, я не знаю, есть ли другие варианты. Есть 3, 5, 6, 7. Все, естественно, зависит от разных обстоятельств и условий. Да, это очень заплутанно, для этого действительно нужно уже в этом понимать. Мы не специалисты. Но мы взяли на 4 года и вот у нас через год, через 2 года будет пересмотр. Когда мы покупали дом, нужен был минимум down payment 5%. И чтобы расход на ипотеку не был больше, чем 30% от суммарного дохода на семью. То есть, например, если заработает 10 тысяч в месяц, то максимум на ипотеку, которую ему банк разрешит, это 3 тысячи долларов в месяц. Да. Только ипотека, не включая ничего другого. Только ипотека. 3 тысячи долларов в месяц. Это где-то, ну это не важно, на самом деле, сколько это будет, это ипотека. Да, это не важно. И 10 тысяч тоже зарабатывает. Просто расчист 10 тысяч, это тоже не зарплата, которую каждый зарабатывает. Это просто, как бы Костя взял для примера. Да, для легкой математики. Просто для легкой математики. В этом, в прошлом году, то есть на данный момент, правила изменились. Ипотеку надо брать там по-другому. Это абсолютно никому не поможет. Это просто, чтобы вы понимали, что это такое дело, что это нужно все равно с брокером связываться, с человеком, который это понимает. Это каждый год может меняться, может в следующем году они сделают еще сложнее. Так как дома, ценные дома очень быстро поднимаются в Канаде, то правительство как-то хочет это затормозить очень. И тормозить с помощью получения ипотеки, пока что. А как вы получали? Мы получали и обратились в банк. Сказали, что мы хотим покупать дом. Нет, сначала мы позвонили к риэлтору. Ну да, первый этап был. Мы позвонили к риэлтору. Он говорит, так, ребята, давайте рассказывайте, как вы себе представляете вашу недвижимость. Нет, сначала он сказал, как, да, конечно, нет, он сказал... Финансовая сторона, нет? Нет, финансовая сторона тоже. Он сначала сказал, что вы представляете примерно, там, например, там, детач, сами детач, ну вот такие вещи общие, да, какие-то. Понятно, что там, какие колонны у меня будут стоять и где диван его не интересует. То есть общие какие-то данные по недвижимости, например, какой район я себе представляю и так дальше. Иногда вы можете представлять, иногда вы не имеете понятия. И, естественно, сумма, которую вы располагаете для того, чтобы дать, даунпеймент, какая ваша заработная плата, чтобы он понимал, соответствует ли ваше желание с действительностью. И, как бы, он, как бы, получает какой-то вижен про вашу ситуацию. И, как бы, следующий этап, если вы договариваетесь о том, что вы начинаете, что вы, да, хотите сотрудничать, вы, в принципе, должны обратиться в банк для примерного расчета банка, что вам положено, да? Да, не обязательно, но желательно это уже иметь. Да, желательно это иметь, желательно. Узнали на сумму, которую банк разрешит. Да, чтобы в случае, когда вот вы сегодня пойдете вдруг смотреть дом, и вдруг вам понравится, и вдруг вы захотите дать оффер, то вы уже знаете на основе, не просто на пустословии давать оффер, а вы знаете, что, в принципе, банк вам может реально дать на такую-то сумму ипотеку. То есть вы уже с конкретными расчетами идете. И вот это то, что мы сделали. То есть мы ему дали наше примерное представление, что как, чем мы располагаем. Он сложил какую-то картинку, сказал нам обратиться. У него, кстати, был свой человек, и как правило, если у вас нету своего человека, то каждый риэлтор работает со своим адвокатом. У него есть свой там брокер, в банке сидит. То есть он дает свои контакты. Мы пошли к его человеку, все объяснили. В общем, он сказал, что это где-то брало несколько дней, да? Где-то дня 3-4. Ну, проверка, мне кажется, взяла неделю, даже больше. Или да, где-то около недели это все было, неважно. У нас было достаточно времени еще. У нас было времени, да, мы не давили, не спешили. Не было такого, что там завтра нам надо ответы или послезавтра. Конечно, ситуации бывают разные. Если вы уже пришли и дали оффер, то вам вообще за сутки надо получить разрешение из банка. Ну, поэтому лучше дать при аппрувл. Поэтому лучше это при аппрувл. Да, это при аппрувл называется взять. Можно дать при аппрувл. То есть у вас уже машут, насколько можно рассчитывать, теоретически. Да, кстати, когда мальтипал оффер, это когда вы приходите и вместе с вами есть еще люди, которые хотят этот дом, и у них нет вот этого при аппрувл, то вам дадут предпочтение на ваш оффер, потому что у вас уже понятно, что банк дает ипотеку, а там тем людям еще непонятно. Поэтому это тоже какой-то плюс, и карта ТУЗ в ваши руки. Ну да, сейчас это очень принято давать много при покупке дома. Мало всего оффер. Сотрудничать, кто больше даст денег за этот дом? Да, да, как торги. Торги, кто больше даст? Кто больше даст? И кто скинет больше, а кто больше даст? Да, никто скинет, а кто даст? И это тут вообще целый шоу просто. Но это отдельно, это мы дальше пошли немножко. В общем, и все, и мы позвонили. Такая ситуация не очень приятная получается на дороге. В общем, я пока что расскажу, пока Костя будет ориентироваться, тут точно много грузовиков. В общем, одним словом. Что происходит? В общем, одним словом, мы обратились в банк, чтобы получить приаппровол от человека, который брокер. И где-то неделю он нам это все подготовил. Значит, для этого там нужно было предоставить, сколько мы обладаем, каким даунпейментом, какая заработная плата предоставить. с работы, да, нужно было вот эти вот payroll, или как они называются? Зарплаты. Зарплаты, чеки, вот эти показательства, насколько какая зарплата. Все-все-все доказать, как бы все вывернуть наизнанку и показать, как оно есть. И банк, беря все вот это вот в расчет, всю-всю вашу ситуацию, каждую копейку, дает вам примерно то, на что вы можете рассчитывать. И уже когда у нас была конечная сумма, на что мы знали, что мы можем рассчитывать, мы уже опять перезвонили нашему риэлтору, и уже начали работать, так сказать, зная о том, какая у нас сумма. Мы уже конкретно, у нас в руках уже были какие-то данные, чем мы располагали. Поэтому, так как мы жили на тот момент в Монреале, а квартиру хотели покупать в районе Торонто, то мы не могли туда кататься каждый раз, когда появлялся какой-то дом, поэтому договор у нас был такой, это очень железный такой договор был, что мы приезжаем в один какой-то день, наш риэлтор для нас забьет по максимуму домов, которые будут подходить к нашему, как бы, ситуации. И, в общем, мы приедем, и в этот день будем смотреть и выбирать. Ну, день-два, мы говорим, день-два-три мы даже можем остаться. День-два-три мы сказали, что можем остаться, но так все сложилось, что в один день он все нам сложил. Ну, мы до этого недели-две-две-три через интернет с ним общались, показывали домов. Конечно, конечно, это не было такое, что мы поговорили с ним три раза и встретились. Нет, конечно, мы все время были на связи, обсуждали какие-то вещи, смотрели дома опять-таки в этом сайте. Он нам отправлял то, что самое актуальное для нас, потому что часто в сайте что-то там одно, и какие-то есть свои нюансы, о которых, например, он знает, а вы как просто обычный обыватель не знаете. Поэтому, как бы, вот здесь и есть эта неоценимая профессиональная помощь вашего риэлтора. Все, и, в общем, мы договорились, что мы приезжаем на там на несколько дней, но так сложилось, что он все нам договорился в один день, и мы должны были посмотреть 17 домов. Потому что все дома, которые продаются, они однотипные довольно. Да, но так получилось. Сегодня, завтра они будут, ну, кто-то продастся дом, будет на следующий или новый дом. Он будет обычно такого же типа. Улица, может быть, не другая улица. Дома типичные. Это не то, что я тут смотрю какой-то такой замок, а тут какой-то сарай, а там вообще же вот десятые. То есть, когда мы изначально знали, что мы идем на определенный район и на определенный даже, скажем, грубо говоря, квадрат в этом районе, то, как бы, там все типичное абсолютно. Потому что строит один застройщик, как они называются, я не знаю. Вот. И все достаточно типично. Да нету шика. То есть, обычно все дома однотипные. Потому что мы смотрели месяц до этого. Да, и мы, естественно, когда мы понимали, что мы скоро будем стоять перед выбором покупки дома, мы, конечно, уже заранее начали просто немножечко заходить в интернет, смотреть, что есть на рынке, какие цены. Тоже же, как бы, чтобы не быть с неба свалится, да, с луны и хотеть одно, а на самом деле был совсем другой рынок. То есть, мы примерно уже заранее что-то смотрели, что-то себе примерно выбирали, как бы мы хотели. Вот. И, в общем, конечно же, мы приехали в назначенный день, в назначенный час. И я могу сказать, у меня многие друзья до меня купили дома и рассказывали мне все эти страшные истории о том, как они выбирали дом, как они там ездили. Тоже, естественно, там кто-то с детьми был, в основном все одни без там помощи. И как они ездили по два дома в день, это очень сложно. И по полгода выбирали дома. Мы приехали в один день, увидели с двумя детьми 17 домов. И я могу вам сказать так, когда у вас вот такой вот выбор, вы очень быстро принимаете решение в плане того... Даже без этого выбора, даже если вы говорите, что можно произвести те же самые 16 домов без одного дня, допустим, можно произвести те же самые за месяц, 16 домов, они будут одни и те же дома. Это одни и те же дома, и я что хочу сказать? Вы сразу понимаете... Нет, я... Нет, потому что люди думают, что это сложно. 17 домов это сложно. Они говорят, что ты забываешь, что было в первом доме, ты забываешь, что было в третьем доме. Во-первых, на каждом доме у вас есть записочка, папка, файл, с которой вы ходите. На каждый дом как бы свой профайл такой, в котором вы можете... Да, забывается в самом деле быстро. Оно забывается быстро, но вы можете себе записывать яркие точки из каждого дома, и вы будете сразу вспоминать этот дом. И я вам могу сказать однозначно, в дом вы заходите, если это дом, который... То есть вам вообще никак, вот никак, потому что вы изначально ходите только по тем домам, которые вы можете дать кофер. То есть это не то, что вы ходите, вот этот бы я хотел, но не могу. А вот в этот я могу, но не хочу. То есть вы сразу ходите по тем домам, которые вы можете потянуть. Поэтому вы можете выбирать вот этот бюро, этот бюро. И вы заходите, вы по атмосфере, по как-то, может быть, внутри, конечно... Это сразу видно, ваш дом, не ваш дом. Все, вы сразу понимаете. У вас, у каждого человека свои намерения на дом. В том плане, что, например, кто-то играет, например, на пианино, и ему важно, чтобы была какая-то комната для пианино. Или, например, если вы там учитель, или у вас свой бизнес, вам необходим какой-то уголочек, какая-то комната, вы рассчитываете примерно на нее. Если вы приходите в дом, и там нету такого места, и нету потенциального места, где вы можете это сделать, изначально для вас этот дом не подходит. И так можно, как бы, у каждого свои параметры. И вы заходите в дом, вы сразу видите, этот дом не подходит, в этом доме там то, в этом не все. И из 17 домов, во-первых, в несколько мы не зашли, потому что изначально по расположению кто-то, какой-то дом выходил прямо вот на такую улицу, где очень много машин. Один дом выходил на гоу-стейшн, да, это там где-то... Поезд ездит. Поезд ездит, типа электрички, типа электричка это называется? Да, это электричка, это поезд. Типа по электричке, зачем мне дом напротив электрички, который будет мне там это свистеть, звенеть с утра до вечера. То есть какие-то такие вещи. И вы сразу понимаете. Я вам могу сказать, что из списка 17 домов, и мы их поехали встретить где-то к 11 часам, закончили где-то в 5 вечера. Около 5, что-то около того, даже меньше. Мы проехали, зашли, из этого списка 17 домов было только 2, между которыми мы сомневались. 2 из 17 было выбрано нами сразу 2, без сомнения. Остались в нашей голове 2, которые мы себе отметили. Из этих 2 мы уже выбирали. И выбор тоже потом дался легко, через там, спустя несколько часов. Но, как бы, вот это только наш опыт был, да? Ну, мы еще, да, нам цена была важная. Не, ну понятно, цена, это я уже, мы все перечислили до того, как мы, у нас есть параметры какие-то, цена, которую мы себе ставим, район, который мы ставим. Да, мы записали. Примерный вижен, какой у нас есть, и, как бы, насколько он соответствует с реальностью, и вот, как бы, получается то, что получается. Потому что часто человек приходит к риэлтору и говорит, вот я хочу такое-то. А он не может потянуть, например, этот дом, абсолютно не может потянуть этот дом. Что такое, почему все впереди стоит, там нет машин впереди, но все стоит. Ну, ты говоришь о цене, искром о цене. Нет, я не говорю только о цене, я говорю про разные вещи. Тебе после второго дома уже знали, что надо заходить, что надо зашел. Да, да, как бы, да, многие говорят, а на что смотреть, на что обращать внимание там. Действительно, когда проходишь 2-3 дома еще и с хорошим профессионалом, который помогает тебе увидеть правильные и неправильные вещи, ты с третьего дома уже знаешь, как бы, на что ты обращаешь внимание, что ты закрываешь глаза, на что можно закрыть глаза, что ты думаешь, это можно отремонтировать, вот это бесседер, это окей, это окей. То есть это быстрое понимание приходит. И мне даже кажется, наоборот, когда в один день много домов, это наоборот классно, потому что очень резко виден вот этот разный, вот этот калибр всех домов, и очень четко можно понять, какой именно ваш. Может быть. Я думаю, если бы вы не искали в один день, мы бы ходили полгода искать, смотрели бы те же самые 17 домов, разбитые на длительный срок. Уже дома вообще не меняются, они одно и то же. Их настолько типичные, могут так ночь поменять. А утреться на стороне. Все типично, все типично. Все типично. Есть кухня в одном месте, если так вот, но выход на задний двор. Все стандартно, как бы, не типичные, все стандарты, стандарты. Спальня у всех родительская, там находится, у детей там находится. Иногда есть на втором этаже ванна, у некоторых нет ванны. Это подвал есть в земле или не в земле. Это такие в основном, но в основном они очень сильно похожи друг на друга. Да, абсолютно как бы типично и быстро понимаем. Вот это такой был наш опыт. И как бы это то, как мы выбрали дом. А как проходили торги? То есть в тот момент, когда мы выбрали, начались, мы сказали, что мы хотим дать оффер. И наш риэлтор уже занимался всем вопросом. Вы не ведете никаких бесед ни с кем. Наш риэлтор связывается с риэлтором, который продает этот дом от хозяина. И они между собой ведут переговоры. Но, конечно, вы тот, кто говорит конечную цену. И у нас был такой период, что мы могли скидывать цену. И нам, да, удалось немножечко ее скинуть. И это длится. Длится. То есть это перезвоны, там переписки. Это надо под каждый раз, что вы меняете цену и предлагаете другую. Надо подпись поставить. То есть это немножко, конечно, бегать не для риэлтора, но не для вас. Ну, закончишься в 11, наверное. В 12 вернули нам ответ. Без пяти-двенадцать ночи дом ваш. Потому что этот оффер был действительно до 12 ночи. Да, и оффер действительно был до 12 ночи, до конца дня. При том, что вы даете оффер, всегда вы должны еще дать какие-то наличные деньги сразу перевезти. Да. Да. Они спросили, сколько мы сможем сразу положить чек. Это идет к адвокату, держит этот чек до покупки. Да, но это должны быть реальные деньги, а не виртуальные деньги. Это реальные деньги, которые должны быть у вас на счету. И вы должны сделать вот на эту сумму чек. Как он называется? Сертифайд чек. Сертифайд разве? Да. Короче, сертифайд чек, да. На эту сумму эта сумма закрывается в банке. То есть от нас сняли эту сумму? Все, от вас убирают эту сумму. Ее уже нет. Это как часть от вашего будущего дома вы платите. И, кстати, эта сумма обычно начинается где-то с 10-15 тысяч, да? Ну, да. Риэлтор нас предупредил, что вам нужно будет именно эту сумму иметь на счету, чтобы сразу вместе с офером предложить эту сумму, приложить. Значит, у нас была такая ситуация, что у нас еще не было такого большого наплыва, что ли, продаж, спроса. И как раз был период такой еще перед началом, рынок просыпается весной, а мы были в марте. То есть он еще не проснулся, но уже вот начинал, даже домов еще не было много. Дома эти стояли по месяцам. Да, магазинчик, рыбка, да, там, Габи? Да, рыбка. Слушай, вас протянули в Америке тоже? Наверное, это все же экономия, это американская. Ну, да. Вот. Это все пробка в Чикаго. Серьезно? Да, ужас. Ну, в общем, короче, что я хочу сказать, что вот нам повезло, и мы могли сбивать цену, и у нас не было никакого напряга, что есть еще другая пара, которая придет и выхватит этот дом, поэтому быстрее, быстрее. Буквально через год настолько вот все изменилось, и люди стали покупать, так спрос повысился, что стали популярны вот эти вот Multiple Offers. Что такое Multiple Offers? Это назначается день, когда придет люди, и кто больше даст, тот и получит этот дом, понимаете? У нас тоже такие были, но у нас было... У нас было два таких дома из 17, из 17 домов у нас было два таких дома. Во-первых, там, например, мы приехали 15-го числа, чтобы смотреть дом, а там этот Multiple Offers нужно давать, например, 21-го. Мы, конечно, пришли посмотреть этот дом, как бы, чтобы увидеть и все. Ну, как бы, зачем мне давать Multiple Offers, идти 22-го числа, когда я сегодня здесь 15-го, и у меня есть дома, которые подходят мне по цене, по всему. И ты понимаешь, что та цена, которую написал хозяин, что он ожидает получить, она увеличится в очень много раз. Тысяч на 50, точно. Тысяч на 50, как минимум, как минимум. Вот. И смысл, зачем мне? Есть дома, которые мне не нужно за них бороться и там выдавать какие-то там Multiple Offers. А сейчас это просто целый, прямо вот, целая аттракцион, я не знаю, как это назвать. Ну, да, это было кидать, анастасы в этом доме ждать, риэльтер, это... Ну, дело не то, что ждать время, а это и деньги, не знаю. Да, и мы сразу знали, кстати, даже когда не сразу, иногда люди сами выставляют дом, они еще не знают, что дом будет пользоваться большим, там, насколько, каким спросом. И они сначала ставят какую-то сумму меньше, которую они точно не хотят получить. И вы знаете, если вот этот такой-то район, например, X, и он неплохой, и дом, в общем-то, в шикарном, хорошем состоянии, красивом, а цена, как бы, вроде как, ну, то есть вы сейчас готовы прийти и купить, вы знаете, что это, скорее всего, будет Multiple Offers, потому что люди рассчитывают очень хорошо поднять себе ставку. Ну, да, если не продадут, так не продадут. А не продадут, тогда всегда можно там цену скинуть. Ну, они просто не продадут дом, они просто... Или уберут его, да, с рынка, или, насколько это зависит от ситуации, если люди спешат, не спешат. У нас вот, например, ребята, которые переезжали в Манитобу на нашей улице, они продавали дом, то есть у них были определенные сроки, когда им нужно было уехать из дома, у них там дом в Манитобе уже был, и у них был срок. Они выставили сначала сумму, ну, мы видели, что она высокая достаточно для нашего района, и люди приходили, но никто не покупал, и время у них шло, поджимало, и, в общем-то, дом... Мы поняли, что... Мы потом проверили, как мы узнали... Мы еще не можем продать... Короче, мы узнали, что сумма меньше стала. Или потом в риелторе они исправили цену. Я знаю только тот, который сейчас продается. Мы знаем о том, что, короче, цена ниже продали они, чем хотели изначально, потому что есть разные ситуации. Иногда у вас время вам поджимает, и вам нужно срочно... Ну что, мой золотой? Привет, мы скоро приедем к девочкам. К девочкам. Да, да. Ну, в данный момент брали трон, то... Дома продаются через неделю. Даже, мне кажется, у нас второе... Летом, а через лето... Дома продавались за 2-3 дня. Да, только выставляли, но сразу же были проданы. Да, это просто вообще, как горячие пирожки. В начале лет, но сейчас это... Сейчас, вы знаете, действительно, насколько можно видеть, что и район у нас хороший. Буквально месяц назад был спрос. Сейчас люди выставляют дом, не могут продать, представляете? То есть, вообще, реально, просто вообще, даже никто не приезжает смотреть. То есть, все вопрос тайминга, я считаю. Вопрос, вот тайминг в плане того, что время, сезон и цен, и всего-всего вместе совпадает. Да, наверное, конец лета, это цены более атрактивные, чем в начале лета. В конце лета более атрактивные, меньше спроса и даже есть возможность сбить цену. Да, потому что обычно все готовятся к осенью, к переезду, по-моему, где-то в марте, в апреле. Да, весной, весной очень бойкий рынок. Да, чтобы лета более атрактивные, в день и школы. Весна, март, апрель, май, это просто горячее время самое. Да, люди хотят знать перед летом, что дети там, допустим, уже устроены будут в другую школу, что, в общем, весь переезд состоится летом, и все будут устроены и довольны к началу учебного года. Да, зимой никто не хочет власться с этим. Хотя, как бы, для бюджетных людей, которые хотят, то совет такой, что можно смотреть зимой. Зимой, конечно, у вас будет намного меньше домов, но это есть смысл из-за цены. Да, есть смысл из-за цены. Вот, значит, это такой был вот наш экспириенс с покупкой дома. И все, и вас ведет ваш риэлтор по документам, что там нужно, как там нужно подписать. Потом вы встретитесь с адвокатом, который тоже там подпишетесь, с ним все бумаги необходимые, все легал, сделаете то, что нужно. И будете ждать дня получения ключей? Ну, банк, есть неделя, чтобы закрыть эту дипотеку с банком. Да, есть неделя, да. Ну, так как у вас уже есть Pre-Approval, как мы обсудили, то это все упрощает половину процесса. Да, это не обязательно делать. Pre-Approval, по-моему, действительно в течение полугода. Да, потому что мы там отдельно ехали, и тоже на один день мы ехали для Pre-Approval. Помнишь? Мы ехали не для этого, а для их подписать что-то на дом. И в банк, мы тоже в банк, да, мы ехали в ипотеку, подписать ипотеку. Да, подписать ипотеку. И с адвокатом встретиться. Да. Это было уже где-то недели две до получения ключей. Да. А до этого все мы сказали, что мы покупаем дом, и мы даже не получили. Да, мы два раза приехали в Торонто, купили дом. Наши друзья, у которых мы останавливались, были просто в шоке. Они говорят, мы искали, полгода ходили там, выбирали, не могли решить. А вы пришли за один день, блин, пересмотрели 17 домов, и выбрали, и дали оффер, еще и получили ответ положительный. Ну, говорит, вы молодцы. Я говорю, я считаю, что это не то, что мы молодцы, а просто повезло, во-первых, профессиональный риэлтор хороший, который действительно на отлично просто сделал свою работу. И, конечно же, как бы просто это слияние всего вместе, и это возможно. Ну, может, мы были не сильно придирчивы к этому. Не могу или нет, ну, во-первых, придирчивы не можете быть, это ваш первый property. Вы, во-первых, толком и не знаете до конца. Может, люди хотят сразу же, им нужно еще было, и керрт большой. Ну, когда у человека много всего, то, значит, он может за это и заплатить. А когда человек может заплатить, то он уже может быть придирчив. Мы говорим про обычных людей, которые... Ну, есть люди, может быть, которые... Мы были просто не придирчивы, в связи с тем, что могли позволить эти деньги, которые мы... Ну, мы выбрали самое лучшее на тот момент, что мы могли себе позволить. То, что нам понравилось. То, что мы могли себе позволить, наверное. Понятно, что это не дом моей мечты, и кто-то сейчас может бросить в меня помидорами, но это самый лучший дом, который я могла себе позволить на тот момент, и это, конечно, не отдельно стоящий, это таунхаус, но со всеми но, которые есть в этом списке, я очень довольна, потому что, скажем так, я считаю, что для меня это вообще дом второго уровня, я сразу пошла на дом второго уровня. То есть у меня многие друзья, которые передо мной купили дом, который я говорила, через 8 месяцев после приезда, через год после приезда, они сегодня, например, многие покупают второй дом, и этот второй дом, в принципе, он такой же, как у меня сейчас. То есть я просто сразу купила дом второго уровня, чтобы не покупать, продавать, покупать, продавать. То есть нам надо это тоже продать уже, не купить, мы же хотим питать. Ну мы хотим, но мы не будем делать это сейчас, мы будем делать это через какой-то период. Кстати, менять дома здесь... Второй дом тоже очень дорогой выложили. Да-да, но и по цене, конечно, и по цене, естественно, по цене тоже как бы мы выложились по полной. Мы могли бы подешевле купить, я бы очень далеко за город. Мы могли бы купить подешевле, отель настоящий, это понятно. Но я думаю, люди, которые меня смотрят, они понимают, о чем идет речь, они знают в основном, кто живет здесь по Торонто, где я живу. Мы могли бы далеко на себя купить на тысяч три сия дешевле. Мы могли бы вообще ферму купить себе за эти деньги. Далеко, где-то очень далеко, конечно. На Северном полюсе. На Северном полюсе, Канад. Но мы могли, конечно, купить отдельно стоящий дом, постарше. Естественно, подальше, намного подальше. Но... Довольно близко к городу. Просто они хотели отдаляться далеко, потому что мы связаны с Костиной работой. Опять-таки тут завязка идет. Потому что работать далеко никто, во-первых, не хочет ездить. Но мы, да, мы были не... То есть мы отказались от отдельно стоящего, то мы взяли Таунселос по этому. Да, да. То есть поэтому мы... Ну, понятно, что я говорю, что у нас ситуация, каждый подбирает по своей ситуации, по своим желаниям, параметрам и аспектам. Вот я вспомнила слово аспектам. По всем аспектам каждый выбирает свои аспекты. Кто-то хочет отдельно стоящий, но не может потянуть ближе к городу, так он отдаляется подальше. А кто-то не согласен отдаляться, так и за счет этого теряет вот этот вот отдельно стоящий дом. И приходится десниться, так сказать, вместе с соседями в таунхаусе. Но ничего страшного. Так что, ребята, я думаю, что мы ответили по ипотеке, мы ответили по нашу опыту, о том, как мы работали с риэлтором, и о том, как мы снимали квартиру. Поэтому я думаю, что ответ был достаточно полным, и я думаю, что это было интересно. Может быть, каламбур какой-то получился, но мне кажется, мы старались так поэтапно рассказать. Все, всем спасибо за вопросы. Пока-пока.